Сергей Никитин – строитель. Нынешнее лето оказалось для него самым тяжелым. Трудиться приходилось под палящими лучами солнца. Поэтому холода Сергей ждал, как манны небесной. И даже тот факт, что изменившаяся погода принесла с собой простуду, молодого строителя не огорчает. Уже надоело вот эта вот жара. Конечно, очень рад, что прохладно на улице. Ветер, дождик уже. Соскучился, если честно, уже по дождику, по ветру. Сегодня в течение дня столбик ртутного термометра колебался в районе отметки плюс 14. Эта температура как минимум на 20 градусов ниже той, что держалась в Череповце последние два с лишним месяца. Последствия такого резкого перепада не заставили себя долго ждать. По приблизительным подсчетам медиков, заболеваемость в последние несколько дней возросла на 15%. Причем речь идет не только о простудных недугах. Обострений, например, остеохондроза тоже стало намного больше. Сегодня специалисты дают рекомендации, как справляться с такими природными сюрпризами. Сначала звучат советы традиционные. Тепло одеваться, кушать на ночь мед и липовый цвет. Неплохо употреблять и травяные чаи. Травяные чаи, они восстанавливают иммунитет и помогают справиться организму с простудными заболеваниями. Те череповчане, что уже ощутили на себе последствия перепада температур, тоже готовы поделиться опытом. 13-летний Дима сейчас болеет. Причиной тому стала любовь к купанию. Поэтому его совет – не купаться. Когда купался, я забыл выплеснуть воду. А еще причем застудил, когда ходил. Поколение постарше к температурным аномалиям относятся более философски. Их опыт говорит о том, что свой организм можно подготовить к любой погоде. От всего дам один совет. И всем – бросайте курить. Самое главное. Я с тех пор, как я, ну я 40 с лишним лет уже не курю. И хочу вам сказать, что появилась вторая жизнь. Накануне свои рекомендации дал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Основное внимание он уделил дачникам. Посоветовал им в первую очередь спасать собственное здоровье, а не грядки. Всем остальным рекомендовал как можно больше радоваться. Ведь к пессимистам чаще всего предстоят инфекции. А оптимисты вирусам не по зубам. Рост детской заболеваемости утверждают специалисты, пока не столь значительный. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас каникулы больничным не нужен. Родителям советуют врачи сейчас желательно быть особо бдительными. Возможно, это лишь за хищей перед бурей. Основной рекомендацией мамы – это адекватно одевать своих детей. Не переодеть и не переохладить. Все равно, вот как они болели все июль, август, те же самые инфекции и сейчас эти два дня идут. Пока ничего нет. То есть будем ждать, что будет на той неделе. В ближайшие дни Череповец ожидает несколько температурных перепадов. Например, сегодня ночью в нашем городе 3,5 тепла по району до минус одного. Завтра днем 16-18. По словам синоптиков, в августе еще будет несколько теплых дней. Но уже стоит настраиваться на осенний характер погоды.